Сегодня мы играем в игру Спрунки, но на этот раз мы открываем следующую фазу игры. Как вы знаете, в первой фазе все персонажи милы и настолько забавные, но во второй фазе они становятся по-настоящему страшными. Недавно кто-то придумал третью фазу, где персонажи будут еще более жуткими, чем раньше, и у них даже появятся новые звуки, а это значит то, что мы сможем сделать новую песню. Итак, располагаем персонажей из первой фазы, где они все милы и забавные, но это будет... это не будет лица вечно, потому что мы сейчас оденем вот эту черную шляпку, и тогда они все станут страшными, и это вторая фаза. А теперь пришло время разблокировать третью фазу игры Спрунки. Для этого нам нужно нажать на все глаза, а успеешь подписаться и поставить лайк за три секунды. Три, два, один. Молодец! То есть нажимаем на глаз из облака слева, по центру, справа, и два нажимаем на глаз внизу, справа. Осторожно! Что? Ребята, просто посмотрите на это! Вы это видите? Почему все персонажи выглядят настолько странно? То есть, допустим, если я поднесу, смотрите, у них меняются эмоции, то есть, видите, тот вообще смотрит в другую сторону, непонятно с чем. Это вообще похоже на грустного Хаги-Маги. Потом здесь, блин, ребят, посмотрите на всех этих персонажей. Итак, давайте начнем, пожалуй, с этого персонажа, потому что у нас самый первый. Какой классный бит, ребят! Ну, давайте поцелуй дальше! Ребят, я просто в шоке. Просто посмотрите на этого персонажа. Вы видите, какой он классный! Я вообще не понимаю, что это это, знаете, будто ему бросили вот так помидор. Он раздлетелся и сделали стоп-стоп-стоп-стоп. Вот так сделали ему и сказали нет. Это мы оставим. И да, глаза классно двигаются! А ну, вот этого челика посмотрите! У него вообще во второй фазе... То есть, это у нас был такой маленький дьявол, может, так сказать. Во второй фазе с ним было, знаете, ну, такое пол лица не хватило. А сейчас тут просто всего лица нету. Мне кажется, это немного странно. Ну, ладно! Итак, ну, вы просто послушайте, какой бит у нас пока что сейчас есть. Итак, давайте добавим барабан! А, это не барабан, это другое. Ну, тарелки, вот. И? Как классно! Просто посмотрите, помните? Вот эту вот тарелку, получается. Он раньше был, знаете, обычным персонажиком. Но только посмотрите сейчас, что с ним? У него просто два глаза в этой тарелке получается. Он каждый раз, когда двигается, они у него начинают смотреть в одну сторону и в другую. Капец! Да и плюс еще рот, знаете, будто из фильма Крика. Блин, я просто в шоке. А послушайте песню, послушайте песню. Осталось только добавить немного музыки. Давайте робота! Итак, посмотрите, кстати, с роботом вроде все норм. Ну, выглядит он довольно-таки нормально. Это я, ребят, совсем не ожидала! Просто посмотрите на него. Звук, на самом деле, очень классный, я вам так скажу. Он очень классный, я могу вам так сказать. Ну, только посмотрите. При каждом движении у него меняется, то есть рот. И, знаете, он будто... Он будто лагает, знаете, такое, когда у тебя зависает что-то, у тебя начинает все крашиться. И вот, вот это вот, знаете, вот такое ощущение создает. Знаете, такой еще песня, не страшная, а такой брейк-данс какой-то. Ну-ка. Кстати, посмотрите, получается... Сейчас, подождите, давайте я всем уберу звук. Просто, чтобы сказать, видите, получается, внизу у нас есть персонажи, то есть которых мы поставили. И, как вы видите, получается, здесь есть под ними иконки. Блин, это на самом деле очень круто. Ладно, хорошо. Итак, давайте поставим нашего пятого персонажа. О-о-о! Ребята! Это же, да, этот же тот инопланетянин с этими цветочками. Посмотрите просто, что с ней стало. Вы видите, у нее такой огромный... У нее, получается, какой-то огромный глаз на голове. Потом, видите, из ее глаз еще какие-то глаза вылезают. У нее что, три глаза? Да плюс еще ей не хватает, ребят, половину этого. А, половину лица. Ой, ребята, это на самом деле, смотрите, здесь звуки очень классные. Я могу вам так сказать. Но выглядит это что-то... Вот знаете, как они выглядят? Вообще, в принципе, детали эти, это просто отдельное. Ну, это что-то отдельное. Так, давайте уберем и начнем смотреть уже новых. Мы с вами посмотрели первых пять персонажей. Это было что-то с чем-то. Давайте еще мы посмотрим с вами двоих. И потом оттуда мы создадим с вами такую мини-песенку. Итак, что же это? О-о-о! Это же кися! Ребята, что с ним? Он будто напуган. Видите? Он так пришуливает глазки. Он очень, кстати, похож. Именно, знаете, у него будто со второй фазы были самые минимальные изменения. Потому что во второй фазе он выглядел почти так же. Но все равно, ребят, это очень круто. Эй, а что случилось с этой печенькой нашей? Эй! Знаете, это такой звук, будто когда ты, допустим, сон, да? Ты идешь там один по какому-то пустому дому. И тебе кажется то, что ты слышишь каких-то звуков. Хотя это вообще не является этим. Ну да, ну блин! Что это с этой печенечкой? Видимо, ее кто-то откусил. Скорее всего. Итак, давайте, ребят, мы с вами посмотрели. На данный момент получается семь персонажей. И мне бы очень похотелось уже сделать нашу первую песню. А точнее, допустим, давайте мы просто всех первых семей расположим вот здесь. И просто послушаем, как они звучат все вместе. Вы готовы? А вот я готова. И давайте! А, кстати, знаете, не так уж и плохо. Могло быть и хуже. Здесь некоторые вот звуки не подходят. Допустим, вот этот. Вот так уже лучше. А вот это намного лучше, ребята, звучит. Итак. К этому всего можно добавить следующего персонажа. Эй, робот, что с тобой случилось? Просто посмотрите, как он на фоне всех выглядит напуганным. Послушайте. Просто послушайте этот звук. Вы это слышите? Ребята, я просто в шоке от его звуков! У него еще до глаза, ребята! Смотрите, вот так. И издает звук. Они типа двигаются. Офигеть, офигеть. Я просто в шоке. Это мой... Мне кажется, это один из любимых звуков будет. Он, знаете, он такой устрашающий. Это когда вы получили двойку, и вы идете к учительнице. И она вам говорит то, что она нажалывается родителям. И у вас такой звук в голове. Да. Я знаю, что это, возможно, не смешно. Но я попыталась хотя бы быть смешной. Блин, у меня, видимо, не получилось. Ну ладно. А это что-то еще такое. А, ребята, это типа скримеры или что это было? Блин, он максимально странно выглядит. Он выглядит будто какой-то куст, который предварялся человеком. Я даже не знаю, ребят, как это описать. Но звучит классно! Знаете, когда у тебя что-то ломается, и это такое эхо разносится. Это классно. Ну-ка. Не может быть. Не может быть, ребят. Это, мне кажется, персонаж, который кардинально изменился. Потому что, видите, я помню, в первой фазе его знаете таким миленьким-миленьким медвежонком. Но в третьей фазе с ним что-то случилось. Как во второй фазе, его просто запихали каких-то палок, и он выглядел странненько. А сейчас ему поставили какой-то глаз черный. Потом балки просто перевернули. И измазали его кетчупом. Да, это выглядит максимально странно, но... Звук вот за этим вот, между этим и этим, они поход... Ну, типа, подходят друг к другу, мне кажется. Ладно, хорошо, давайте будем продолжать дальше. Итак, хорошо. Давайте, вот у меня тут есть... Это солнышко! Что? Солнышко, что с тобой произошло? Ну, я добавлю бит солнышку, но... Но у меня вопрос к солнышку. Почему оно так искажается? То есть, чем больше мы с вами находимся, допустим, на этой странице, в этой игре... Видите? Игра больше заворачивается. То есть, она закручивается. Так странно, ребята. Это очень странно выглядит. Знаете, это будто какая-то тьма. Или черная дыра, как в космосе. Но я не понимаю, что... Ну, с чем это связано, как бы, третья фаза спрунки. С черной дырой. Но это классно! Хорошо! И знаете, вот самое главное то, что даже в игре... В обычной, то есть в оригинальной... Солнце всегда спасало, знаете, на все. И в этой игре тоже. Эй, а что с тобой случилось? Ребята, что это за фиолетовый такой сюда пришел? Это будто, знаете, вот так струну натянули. Ой, это как противный звук! Ой, у меня аж мурашки по коже, ребята. Но выглядит он очень забавно тем, что... Знаете, это самый длинный персонаж спрунки. Потому что, ну, я таких, если честно, таких размеров еще не видела. Ой, ну это... Это, ребят, простите, но это максимально противный звук. Я прям не могу это слушать. Так, ладно. Давайте мы посмотрим с вами еще двух персонажей. И уже создадим песню. Потому что, ну, тем самым мы можем как бы выбрать уже... Примерно тех, кого нам больше нравится и так далее. Делево! А куда твоя пропаша потерялась? Так, странно. У него всегда везде... Ну, не всегда, получается, первый фазе это был... Знаете, такой добрый гид... Добрый гаделево. Во второй фазе это было такое. Вообще странненько. Но звук классный. А что с желтым произошел? Почему его так рот растянули? И во рту у него будто еще таких... Три персонажика. Это очень странно. О, боже мой, ребята. Ну-ка, звук какой он издает? Звук издает, знаете? Довольно-таки... Ну... Добрый. Знаете, будет озвонить телефон. Поэтому я ничего плохого не могу сказать. Итак, ребят, как я обещала, то что я посмотрю еще двух персонажей. И теперь создаем нашу вторую песню. Итак, чтобы начать... Давайте я предлагаю... Нам нужно вот это. Итак. Итак. Сейчас бит добавляем. Это же песня. Итак. Так, следующий круг будет это. Вместе с этим. Давайте и... И сейчас что-то должно быть... Давайте вот это добавим. Добавим. О! Я не знала, что он такой классный звук издает. Посмотрите. Ладно, потом его рассмотрим. Итак. Угу. Давайте. Нет, он испортит. Я не думаю... Кого это там добавляло? Вот этого. Итак. Давайте послушаем, какая у нас песня. Слушайте, звучит очень классно. Я вам больше скажу, мне очень нравится. Это, знаете, эта песня, будто когда ты узнаешь что-то, и твоя жизнь будто меняется сверху на голову. То есть за этим я вообще что-то колоссальное, какое-то изменение, и тебе страшно от этого. Блин, это очень классно. И так, убираем постепенно. Та-дам! Похлопаем, ребята! Это была классная песня. Мне она точно понравилась. И от начала до конца все так проработано. Итак, мы остановились с вами на этом персонаже. Просто посмотрите. Первое, мы можем с вами заметить то, что внизу у него будто на него наступали. Или что-то такое. Потом у него веревка какая-то, скотч. И вообще, в принципе, у него почему-то один глаз закрыт. Ребята, я не понимаю, я не знаю, что вообще произошло. Но у него есть точно какая-то история, ребят. Мы точно можем сказать, что у каждого персонажа есть своя история. Даже, знаете, судя по этим деталям, мы можем как бы это увидеть. Так. Компьютер, ребят. Как я могу забыть про компьютер? Ну-ка. Давайте посмотрим. Что там, наш компьютер? Привет. Хотел бы ты повеселиться или убежать? Давай. Давай что? Давай. Повеселимся. Сбегай отсюда. Какая-то странная песня. Немножко странный декст, но сойдет. Какися. Офигеть. Что? У него немножко странный. Может быть, песня не странная, но у него странные немного действия. Он за этим вот. Ты на него смотришь, и он будто тебя хочет съесть. Кстати, ребят, посмотрите внизу на иконки. Видите, внизу, получается, у этого, который свистит, у него вот этот вот, будто ему голову пробили. Потом компьютер, там написано, помоги нам. И показывают нам на кошку. Окошко. А, это не эта кошка. Это другая кошка. Это вот эта кошка. Видите? Она напугана. Только она что-то не поет. Да. Угу. Интересно. Так, ладно. Продолжаем дальше. Давайте я их размещу вот сюда, чтобы они нам не отвлекали, нас не мешали. Так, у нас осталось еще три. О, это что, зайка? Это очень странно, ребят, выглядит, но мне безумно жалко. И знаете, такой звук тоже. Звук классный, мне нравится. Так. Это... Ребята, это тот самый синий в капюшоне? Он, конечно, почти изменился. Ну, послушайте, какой... Это реально классный звук, ребят. Это один из лучших звуков. Итак. А, ну это... Что? Я надела только что шапку, и это просто... Лень. Это лень. И послушайте. А, тут лень, звук, то есть даже... Ну, он обозначает то, что... Ну, как бы вообще лень. То есть он вообще звуков не производит. Офигеть. Итак, ребята. Мы с вами посмотрели абсолютно всех персонажей. И знаете, из всех этих у меня есть топ-3. И вот в эти топ-3 будут входить вот этот, этот и... Вот этот, наверное. Мой топ-1. Ребята. Это вот это. Я не знаю, почему он мне так понравился, но все равно. Топ-2. И топ-3. Ну, это просто что-то с чем-то. Поэтому я с ними уже делала песни. Поэтому я хочу сделать синим. Итак. Он будет у меня на преднем плане. На месте Хаги-Маги, который тоже был синим. Итак. Давайте. Давайте придумаем. Ну, какой он звук? Нет. Надо поставить сюда дерево. Он тоже такой был вроде устрашающий. Ну-ка. Нет. Давайте вот этого тос вестит у нас. Ну-ка, если так. Вот, можно это еще? Немного драмы? Вот. Я точно знаю. Так. Это у меня всегда был комбо. Потом. Вот. Это я понимаю. И? Итак, мы готовы? Ну, я что-то похожее делала. Давайте, вы знаете, что заменим. Мне кажется, это можно... Пробовать на это заменить. Сделаем ремикс. Не хватает какой-то драмы. Здесь просто очень много варианций, которые можно сделать. Ну, вот это получше. Мне нравится. Ну, ладно. Ставь лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, пока. Переходи в следующее мое видео. Увидимся там. Пока.